Добрый день дорогие друзья! Мы с вами на канале Перехват Управления и у нас в гостях Василий Александрович Минченко, председатель общественного движения Федеральный сельсовет. Здравствуйте! Здравствуйте, конечно! Продолжаем наши новости по сельсоветски и первый такой вопрос. Ну что, Владимир Владимирович хотел на пенсию уйти и ему опять не дали? Ну, это не новость на самом деле, да, потому что новость это была бы, допустим, в 12-м году, если бы он не согласился пойти. А это теперь как бы уже традиционно, но упросили, я тебе скажу. Упросили, понятно, что вряд ли ему это было сильно радостно, но упросили. Все-таки мы увидели, как вот товарищ из Жога, да, его фамилия, вот, все, да, вот и он как бы попросил, говорит, от имени всех хороших людей мы бы хотели, Владимир Владимирович, чтобы вы тоже поучаствовали в выборах. Ладно, если не выиграете, говорит, то ничего, ну хотя бы поучаствуйте. Владимир Владимирович говорит, ну я не могу там типа отказать, не очень хочется, но так получилось. Да, вот, знаешь, вот. И это, знаете, все-таки не одно событие в этом все-таки декабрь месяц, вы имейте в виду, что это крайние дни уже, да, бездарно прожитого нашего года, 23-го, вот, это действительно так. Почему бездарный? Конечно. А что же быть, вот, смотрите, мы же ведь, как страна, как общество, как Россия, не было в этом году события, которое могло бы для души быть радостью, вот, да, все события были печальные, можно даже сказать трагические. Я больше скажу, даже вот это событие, когда попросили Путина вновь идти на выборе президента, я думаю, что это тоже трагическая новость для россиян, потому что, во-первых, Владимир Владимировичу это уже не надо. Знаешь, Вика, я уверен, и я думаю, что и Владимир Владимировичу не то, чтобы не надо, я думаю, ему не особо охота, вот, потому что, а что впереди хорошего из этого всего ожидания могут быть? Мы что, перестроимся Россию, может быть, мы узнаем, где лежит рай, может быть, мы людям что-то предложим другое, вот, знаешь, вот, да, что все эти годы один на один были похожи. Поэтому такое событие нерадостное, будем говорить. А вот событие или новость, новость это, допустим, вот я улетал сейчас с Урала, а у нас от 36 до 42 градусов местами мороз. Вот это для нас была новость, хотя каждый год, как и президентству Путина, тоже одинаковый мороз такой бывает, вот, да, вот, знаешь, но смотри, ты видишь, это стало новостью, все звонят, перекидывают эти, как их называют? Градусники, фотографии. Да, фотографии, знаешь, что вот у нас вот больше, точнее, у нас меньше, вот, значит, у вас больше мороза или тепло, ну, такие интересные. То есть вы приехали в Москву греться? Ну, да, я еще был в Махачкале буквально пару дней назад, и там плюс 9 было. Новости привезли оттуда? Немного, там строится мощный духовный центр исламский, вот, в самой Махачкале. Город практически стает уже миллионником. Мы встречались вот и с, ну, будем говорить, высокопоставленными чиновниками, и с народом, ну, с рядовым народом, да, вот, знаешь, вот. И мы тоже говорили о том, что так же, как по всей России, села не в благополучном состоянии, так же там и аулы, многие без электричества, многие очень бедно живут, нет работы, вот, нет всего. Поэтому работа – это разгвардия, это еще что-то вот такого рода, вот, знаешь, все, да. Как у них с мигрантами? С мигрантами как у них там? Еду туда, нет? Ты знаешь, я русских мало там видел. Хорошо, я имею в виду там таджиков, узбеков. А им-то что там делать? То есть нет? Да я думаю, что нет. В таких количествах, как у нас? Не, ну, тут они же нужны, говорят, а там-то не надо, наверное. Там своих хватает, значит, все. А потом, они же тоже загорелые немножко, поэтому все, но здесь-то это для колорита явно, вот, наверное, все идет, да. Я хочу сказать, почему так, что, смотрите, вот Россия при всех вот тех достижениях, которые нам рисовали, что мы при президенте Путине достигли там чего-то, да, ну, в потустороннем мире или где, вот, знаешь, вот все это произошло. Мы же не стали страной, которая бы хотя бы вошла в десятку интересных стран, куда стремятся люди жить. Мы заметили, что особенно последние два года отсюда уезжают люди. Я думаю, что это все-таки не достижение никак для нас, вот, и не может быть, вот, да. И смотрите, какая еще новость очень серьезная на самом деле. Венесуэла провела референдум. Это такая страна нефтяная, первое место по запасам нефти. И я хотел бы даже показать некоторые цифры или рассказать некоторые цифры, которые я прям-таки записал. Вот, и они важны, почему, что это случилось такое. Почему большая страна Венесуэла, превышающая в 20 раз или даже в 30 раз население Гайаны, а по территории тоже в раз 5 больше, претендует забрать часть Гайаны. Провели референдум в Венесуэле, и говорят, нас большинство проголосовало, что все-таки нам надо забрать ту часть суверенной государства Гайана. Но я вам назову цифры и думаю, в этом вся причина. Смотрите, Венесуэла, средняя зарплата 10 долларов в месяц. Куба, тоже наши друзья, кстати, 34 доллара средняя месячная зарплата. Северная Корея, которая с недавних пор стала сильными нашими друзьями, все-таки получше, 45 долларов, не в час, в месяц. Сирия, наши друзья тоже, 75 долларов. Иран, ну тут уж скачок, 315. Беларусь, 558 долларов. Сербия, 655. Россия, Россия, 765. И все-таки из более-менее стран, которые как-то расположены в сторону России, хотя бы не ругаться, Китай, это все-таки среди этих стран, ведущая страна по зарплате, 1201 доллар. То есть на 400 долларов больше, чем в России. У них уже средняя зарплата. В России 700 долларов в месяц? Ну, 765 считается. Это где же такие? Ну, давай будем так, не будем считать, что это, наверное, средняя чисто, потому что, ну, Сечина этих 700 долларов в 20 минут идут, а там у Путина, допустим, вообще нет зарплаты, там, еще чего. А потом по среднему получается по 3 миллиона в день. Значит, все хорошо. Но на другом полюсе это не наши друзья. Я не понимаю, почему мы не хотим с ними дружить совсем, да? Ну, видимо, неприятно с такими дружить. Польша, сосед наш, 1487 долларов средняя зарплата. Эстония, ну, совсем рядом, так сказать, через речку, норм. А 1740 долларов. Литва, ну, тоже через речку. 1793 доллара. Тут за Швецию эту говорить, как бы, хотя она чуть дальше. Даже неприлично, да? Не, ну, 3405 долларов зарплата. Я точно знаю, потому что у меня дочь там работала, знаю, что такие зарплаты, да. США, ну, эти-то вообще сволочи, конечно, все недружественные. Все, тем не менее, они как-то умудряются. При всем том, что им очень тяжело, в них падает экономика. И вообще они скоро, наверное, разрушатся. Доллар просто скоро исчезнет. Ну, я так слышал по нашему телевизору. Мы давно это, да, слышим. Бабки, которые за Путина. Вот они говорили, что все, Америки скоро не будет, Байдена тоже не будет. И вообще 4109 долларов. Ну, знаешь, после такой цифры действительно лучше бы их не было. Потому что это что за жизнь-то ведь вот такая. Ну, Германия, сволочи. Сволочи, мы их победили когда-то. 4709 долларов. Дания, совести нет. 6 770 долларов платят своим датчанам. Чем они лучше нас, я не понимаю. Нас 765. Чем они лучше венесуэльцев, у которых 10 долларов. И венесуэльцы очень это правильно начали понимать. Что понимаешь, в этой Гаане, какой-то, да, какая-то маленькая страна, где живет всего 800 тысяч человек. И в них, понимаешь, вот, а мне 40 тысяч долларов на душу населения доходы. Ну, неприлично. Неприлично, потому что на душу населения в Венесуэле 470 долларов. На душу населения. То есть, наоборот, они хотят присоединиться тогда? Нет, они хотят, чтобы так не было. Я думаю, что венесуэльцы уже настолько достигли совершенства, вот, души своей, что они уже не приемлят вообще, чтобы люди что-то имели. То есть, в принципе, деньги как материальный доход абсолютно не нужны. Я думаю, что они уже примерно, как мы достигли, еще нет, конечно, нам еще далеко до Венесуэлы, но понимание уже такое, как и в нас. А чтобы, ну, чтобы соседов все-таки крово сдохло, то видимо. Ну, вот это и есть, вот, да. В чем причина всего этого? Вы представляете себе, что в Венесуэле нефти немерено. У них у 2,5 раза больше запаса нефти, чем в России. Вот. Добывают они мало, конечно, вот все. США больше всех добывают. Оборудований, наверное, нет. Да, кто их знает, там, чего у них нет, да, но, может, не хотят, может, на потом держат. Вот, они же, мы же тоже иногда говорим, что не надо продавать, давайте на потом подержим. 759 миллионов тонн нефти добывают Штаты. Саудовская Аравия, 573 миллиона тонн. Россия, при всем, при том, все-таки 548 миллионов тонн. Мы на третьем месте по добыче. Но я только что называл зарплату. Я тогда не понимаю. Ну, пусть бы она была, ну, чуть меньше, чем в Америке, да. Ну, почему так не сделать? Ну, раз мы, а в Америке еще и больше людей в 2 раза. И, тем не менее, они умудрились 4 тысячи. Ну, у нас бы, ну, хотя бы полторы тысячи. Ну, хоть в 2 раза больше, потому что это наша мечта точно. Ну, вы же знаете, что пока... Смотри, смотри. Василий Александрович, вы же знаете, пока нефть в земле лежит, она народная. А когда они ее выкачали, она их. Ну, их, конечно. Но я думаю, что все-таки мы неправильно. Вот мы, смотри, сейчас разговоры о том, что все-таки мы великая нация. У нас особый путь. Я вот, кстати, сегодня принес книжку Леонида Ивашова «Утраченный разум». И где тоже Леонид Григорьевич пишет, что мы действительно, русские, немножко не так думаем, как те же англосаксы. Англосаксы, да. Ну, думать-то ладно, думаем, не думаем. А что нам не подумать, что все-таки 4 тысячи долларов неплохо иметь бы в месяц, как англосаксов. Тоже я не то, чтобы материально, нематериально, я просто думаю, что все-таки все. И вот смотри, главный вопрос, где лежит рай. С древних времен люди верили в существование земель, где все живут беззаботно, весело, не думая о хлебе насущном, не зная, что такое старость и несправедливость. Многие ищут эти райские уголки и по сей день. Как знать, может быть, мы уже на верном пути. Это тридесятое царство. Давай посмотрим, кто видел рай. У каждого народа была своя мечта о тридевятом царстве со справедливым правителем и молодильными яблоками. До нынешних времен дожила, сохранив адептов, и даже приумножив их число, лишь легенда о Шамбале. Может, мудрые правители чудесных земель решили объединить их в одну территорию. И много другого всего было. Вот даже на карте здесь расположили, где у каждых народов располагалось место силы. Да, именно того рая там есть. Но туда недоступно было, не все попадали. Но некоторые оттуда приходили. И потом нам рассказывали, как это там перевоплощаются вечно молодые. Вот, значит, все такое дело. Чей рай лучше? Поисками земель обетованных вслед за народом занялись философы. Так родились социальные утопии, вдохновившие людей не на одну революцию. Но идеальные миры, придуманные философами, мало походили на образы земного рая, рожденные народной фантазией. А воплощенные утопии оказались настоящим адом. Мы это знаем. Когда происходили революции в Камбодже, в другом, до рая, а потом оказалось истребление людей, народа и все. Кстати, мы тоже проходили некоторые этапы строительства рая, увидя там всяких всего. Так говорят, революции-то делали националистические евреи или иудеи. То есть, это не евреи обычные, а именно националистические, то есть сионисты. Ну, чего они хотели? Вот именно они и создавали все революции в мире, которые существовали. Все-все. А там, где их не было, кто создавал? Кого их не было? Ну, евреи. Ну, они были везде. Как везде? Василий Александрович, слушайте, ну они... В Венесуэле тоже? Фамилии меняют, конечно. Да, понятно. Имена меняют. Смотри. Социологи называют современную западную цивилизацию практопией, практической утопией. То есть, что рай – все. Люди Запада устали ловить журавля в небе, и им уже вполне хватает пусть маленькой, но реально осязаемой синицы. Остановились, да? Тем более, что здесь эта птичка имеет весьма упитанный вид. Все потенциально острые социальные антагонизмы в западных странах сняты. Человек может вполне сносно существовать даже на пособие по безработице. Здесь уже давно не ставят перед собой никаких сверхзадач – ни моральных, ни социальных, ни экономических. Средний европеец сравнивает качество своей жизни не с идеалом, а с реально существующим выбором. Результаты этого сравнения его устраивают. И он совершенно равнодушен к борьбе философских школ и новых социальных теорий. Приземлили их. Приземлили. Наверное, да. И вот откуда текут молочные реки? Как-то вот я только что привел средние зарплаты по странам, и в них как-то получилось, что эти есть все. Ну а теперь, как представляют земной рай жители современной России? Это очень интересно. Это очень интересно. Что главное в жизни? Ну-ка давай, ты тоже участвуй в этом опросе. Первое. Что главное в жизни? Что главное в жизни? Ну, любовь. Написано на первом месте семья 47%. Ну, а одну другую не встречает. Любовь 6%. А семья сколько? Деньги 47%. А как же может семья от любви отличаться? Ну... Непорядок. Ну, у нас в основном семьи без любви, потому что разводятся. Ну, это неправильно. Так разводятся сразу. Как они? Они же будут несчастливы. Это неправильные семьи. Правильно? Да. Но, тем не менее, семья, здоровье, деньги, любовь, друзья, работа, власть и богатство. У нас только 1% хотят. А деньги сколько? Деньги 11% людей. Что-то деньги значат. А власть, смотри, никому не надо. Только тем, кто ее захватил. Я так понимаю, да? А что считать престижным? Что люди хотят лучше всего? В раю имеется в виду. Как представляем мы земной рай? Что такое для нас престиж? Вот все. Смотри, что пишут исследователи, ну, социологи. 55% сказали собственный дом. Я, кстати, хотел бы сказать, как вот. Америка очень богатая страна, штаты, да? А достаточно густонаселенная, в отличие от нас. Скажи, как ты думаешь, где больше городов-миллионников? У них или у нас? Я думаю, что у нас. У них там 2, наверное. Обычно и говорят же, Америка одноэтажная вся. У них 10 городов, у нас 15. И у них расселенность действительно по территории более-менее. Конечно, восточная часть у них лучше заселена. Ну, точнее, гуще. Но они более-менее равномерно. Расселены так. Смотри, что есть. Качественное образование для детей. Написали многие 37%. Недвижимость за рубежом. Сейчас нельзя же. Как это? Забыли, наверное. Ну, может быть, в Китае? А, ну да. В Северной Корее, в Кубе, в Венесуэле. Не, ну, на Кубе я бы тоже не отказалась. Да? Хорошо, да. А 27% сказали автомобиль, отпуск за границей 23%, хорошее медобслуживание 21% и дорогая мебель, сказали, хочу такую иметь, 8%. Какие цели первоочередные? 55% сказали, хочу жить в достатке. 40% сказали, очень правильно, мне кажется, воспитать хороших детей. А 30% сказали, заниматься охотой и рыбалкой лучше всего. 29% хотят иметь высокоплачиваемую работу. А 27% сказали, хочу жить в гармонии с самим собой, больше мне ничего не надо. Ну, кто-то говорит, вести здоровый образ жизни, сделать карьеру и быть интеллектуалом. Назвались аж 10 человек из 100. Что значит отдыхать? Вот спросили в раю. Отдых – это смена труда. Вот. И 83% сказали, ничего не делать. Слушать музыку. Из тех, кто себя заявили, 60%. Выпивать с друзьями. 52% слушать. Ну, воду, имеется в виду, без газа полезная вода, мицеллированная. Играть в карты, шахматы и так далее. 40%. Заниматься спортом 20%. И читать люди от 18%. Считают, что это все. Каким должно быть в принципе управления Россией? Президентская республика, сильная власть, порядочное чиновничество, контрактная армия, прогрессивный подоходный налог. И никто не написал, что разумное правительство. Как всегда. Мы с тобой это говорили. Никто в вопросах не говорит, что нам нужен разумный президент, разумное правительство. Вот чего пишут. Неразумное население. Как может хотеть разумное правительство? Если у вас будет миллион долларов, как вы его потратите? Куплю недвижимость и машину. Вложу деньги в семью, медобслуживание и образование. Положу деньги в банк, чтобы жить на проценте и не буду ничего больше делать. Хочу открыть собственную ферму. Отправиться в путешествие, говорили 6%. 9% хотят бизнес открывать. И прокутить хотят 2%. А в Россию я бы вложил, сказал, только 1%. Остальные говорят, в Россию вложить не буду. Мы видим из этого соцопроса, что в принципе власти добились, они вырастили потребляторов. Ну да, потребителей или ляторов. Вот так вот. Видишь, вот такой земной рай. Это земной рай представляет себе жители нашей России. И чего хотят современные женщины? Это, конечно, освободиться от всех корсетов, чтобы красиво жить себе и все. И все, и больше ничего. Василий Александрович, а как вы видите рай на своем, допустим, в каком-то селе? Мы с вами говорили на прошлой передаче. Рай на Урале, где могут быть морозы 54, минус 54 градуса. Я бы все-таки видел красивые теплые дома. Именно красивые. Где бы на семью из трех человек должно быть хотя бы минимум 120 квадратных метров, чтобы было удобно. Ну, это дом, а не многоэтажка. Да, дом, дом. Только дом, да. Возле дома должна быть крытая такая, знаешь, как бы оранжерея большая. С бананами. Разные культуры. Можем выращивать разные. И клубнику, и голубику, там, и в том числе и бананы. Пусть себе растет все, что растет. Вот, где тепло будет и зимой, ты можешь походить там среди зелени и все, потому что иначе как. Где будет журчать водичка такая нормальная, да, вот, значит, все. Свиньи, куры. Да, это, конечно, должны быть всякие барашки. За этим надо ухаживать, а это уже сложно. В раю можно и ухаживать и за этим, если это в раю, да. Вот, следующее. Это все семьи, ну, как ныне президент говорит, многодетные должны быть, да. Ну, двое, трое, четверо детей. Вот так, чтобы в среднее вышло три ребенка. Отлично, все шикарно, все хорошо. С общим культурным центром. С школой очень современной. С образованием, где будет все-таки проектное образование для людей здесь живущих, для детей, для более старших. С мощной, развитой интернет-структурой, имеется в виду, IT и все остальное. Современнейшее все должно быть вот в такой селе, деревне. Где вокруг поля, леса и это все мы бережно, в том числе, используем именно в интересах живущих здесь людей. Это примерный рай такой земной, который будет краткосрочный, лет до 100 расти нашей молодости, но не дальше. Где-то примерно 100 лет вот это была бы отличная жизнь. Больше не надо и дольше не надо, тяжело будет переживать такой период. Банкиров у вас не будет в этом районе? Пусть себе будут, чем же они будут мешать? Но без банков. Если это будет какой-то финансовый центр, такого рода кооперативного, ну пусть будет, центр надо такой. Как же иначе? А я бы еще хотела самоубирающиеся дома. А это никаких проблем на сегодняшний день. Как мы знаем, даже у меня в деревне есть этот пелесос, который сам ездит, заправляется, сам моется там и все остальное. Он, в принципе, разумный уже вовсю. И не каждый человек может, как он, так работать чисто в уборке. Поэтому все ты правильно сказала, сегодня посудомощные машины, все это же есть. Вот эти, конечно, эти западные всякие изобретатели, они такого напридумывали, да, что уже и жить, наверное, не хочется. Потому что же ничего не надо делать, все, машины будут делать и все, да. Ну, не знаю как. А теперь смотри еще. Совсем недавно это было. Вот кто хочет быть в Новом Союзе? Помнишь, такие разговоры были, когда Советский Союз распался? И вот кто хочет быть в Новом Союзе, а кто не хочет быть в Союзе, а хочет иметь независимость. А угадай, какая страна в 2007 году больше всего хотела независимости? Из наших 15, ну, уже 12 республик. Наверное, все-таки, а, ну, при Балтике уже не считали. Да, ее уже не было. Она как бы ушла от нас всех. Ну, не знаю, может, Грузия какая-нибудь. Грузия, да. Можешь себе такое прикинуть, что это Белоруссия? 45% белорусов были за независимость. На Украине было 36%, в Казахстане 29%. А россияне 27% не хотели ни с кем соединяться. Разделяй, властвуй. Вот, не, ну, вот видишь, как все меняется. Это к чему я хотел это назвать? Я почему такие подшивки беру, потому что они, это история наша, это факты, те, которые были, которые сегодня, конечно, будут отрицать. Вот наши политики скажут, не-не-не, так не было, что, не может быть. А какой это год? Это 2007 год, вот, всего лишь, да. Так вот, тогда, 2007 год, больше всего не хотела Россия ни с кем объединяться, из тех, кого я назвал, да. И я тогда тоже говорил, пусть я чуть-чуть позже говорил, да, что примерно где-то 50 на 50, вот, 14-й год была Украина. 50 на 50 люди могли. Но бездарная наша дипломатическая служба России довела до того, что сегодня с Россией практически никто не хочет объединяться. Я думаю, и Венесуэла не очень. А Венесуэла хочет забрать себе Гаяну, которая немножко больше денег, чем у нее. И все на этом, видишь, заканчивается. Вместо того, чтобы построить у себя свою Гаяну. Конечно, да. Вместо того, чтобы строить и делать. И вот хотел бы я зачитать слова очень знаменитого когда-то Булата Укуджавы. Мы можем как угодно относиться сегодня. Это был 1968 год. Он был знаменитый поэт, длительное время много песен писал и все, да. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны метарства, а погибают от того, и тем большей, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Слова, на самом деле, достаточно пророческие в какой-то мере. Потому что, смотрите, 4 миллиона граждан России покинули страну. Покинули, не согласившись с некоторыми действиями нашего правительства совсем. Они явно не видят с таким правительством будущего. И на этом фоне, именно на эти цифры я бы опирался. И я бы говорил, что, Владимир Владимирович, видимо, допущено много было ошибок, которые, боюсь, что уже в возрасте, в том, который достиг президент, уже невозможно исправить. Уже не будет того яркого молодого задора рвать, как говорится, и метать к лучшему. Уже не будет тех ярких картинок, когда мы видели улыбающегося Путина вместе с женой, с детьми. Когда он встречался с разными лидерами стран и не был угрюм. А, были надежды. Будем жить. Будем дружить. Будем работать со всем миром. Я думаю, что вот эти сегодняшние причитания, что ничего страшного не случилось с нами, что это просто глобальный мир теперь меняется, и что мы переходим на новое понимание новой жизни. Вот, и я хочу сказать, а что это за понимание такое? Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента по Северному Кавказу, Александр Хлопонин, который был по Северному Кавказу полномочным представителем президента, который командовал Красноярским краем, который много чего был, вице-премьер, носитель всех секретов России, получил израильский паспорт и поселился в Италии в НАТО. Прямо в центре НАТО поселился, да? Вице-премьер Анатолий Чубайс, не приведи Господи, да вот теперь вот, если бы сказать так, вот теперь сказать, он тоже в Израиле получил паспорт, ну и где-то тут поселился, наверное, уже в Европе. Я не буду таких высших категорий, ранга вице-премьеру, сильно, ну, расписывать, как Уренсон, Кох и тому подобные люди. Каким образом они уехали? Куда смотрело ФСБ, ФСО и все остальные люди, которые или это шпионами заслал их Владимир Владимирович Путин туда? Коль они здесь все разрушили, пусть там теперь разрушают. Пусть доведут вот эти страны до 10 долларов зарплаты в месяц, вот может быть. А как тебе такое, как вице-премьер Голикова Татьяна Сергеевна, мы, говорит, Таня говорит так вот, да, организуем проверку репродуктивного возраста, проверку, как мужчин и женщин по месту работы. Мы эту тему обсуждали с Игорем Алексеевичем Гундаровым. А как это будет выглядеть? Вот полностью обсуждали эту тему и назвали ее «Мастурбация как светлое будущее». Ну да, это то есть так будут проверять. А что толку, то с этого же не проверишь. Надо все-таки попробовать, от которых зачать можно. Много мужчин есть, что и оргазм весь, а зачатия нет. И женщин также. Так что я не знаю, как это. Извиняюсь, сплошной будет бордель превращены в все заводы, фабрики, швейны. А в офисах что будет, я вообще не знаю, что будет. Гениальное решение. Гениально, да. То есть все принимают. Но я к этому. То есть это к тому, чтобы дети якобы были. То есть Россия якобы озабочена, чтобы не было детей. Дети, может быть, и лгут, но мозгов точно не будет. Ведь лгут и врут, что они озабочены. А теперь даю. Проблема россиянок. Ароддоматовать. Закрыли. А роддома-то ведь мы закрываем везде. И я в 2016 году с Владимиром Владимировичем Путиным это обсуждал. И я ему говорил. А как быть, если у вас в плане стратегического развития России в национальных проектах прописаны цифры сокращения роддомов, сокращения поликлиник, сокращения больничных коек. Это к тому, чтобы рожали или к тому, чтобы не рожали. То есть вот здесь двояко все можно считать. Призыв, пожалуйста, типа рожайте все. А где рожать? Под забором, что ли? А роддом за 100 километров? Ну, вот такое есть вот у нас. То есть одна рука одной делает, другая рука другой делает. Ну, вот это к тому, что просто берешь новость и думаешь, нет, вы знаете, лучше буду читать, каким рай хотят видеть россияне. Там хоть, понятно, люди излагают свое мнение, то, что они бы хотели видеть. Я бы лучше бы это смотрел. И мы только что сейчас начали говорить, что вот рядом с Венесуэлой есть страна Гайана, которая не бедная и тоже там вечное лето, как в Венесуэле. В Венесуэле, я уже сказал, что больше всего нефти, и она одна из самых нищих стран мира. Ну, вот почему же так? Так, что это такое? Зачем Венесуэле это Гайана, если сами-то ничего не могли сделать? Вот, значит, все, да? Ну, вот так вот. Причем Венесуэла провела в себя, в себя в Венесуэле провела референдум о присоединении соседней страны. Теперь ожидается нам ждать, когда за три дня Венесуэла победит Гайан. Явно так и будет. Ну, во-первых, армия очень большая в Гайане всего. Ну, а Америка сказала, нельзя? Я не знаю, как будет или нет. У Венесуэлы есть отличные союзники, такие, как Куба, такие, как Сирия, такие, как Россия, могут помочь, если в случае чего. А в Гайане, в Гайане у нее нету особых, так сказать, союзников. У нее есть люди, которые, ну, могут так со стороны сказать, ну, давайте обсудим, вступиться, я не знаю, вступиться. Ну, у них всего три тысячи армии. Так что Венесуэла имеет все. Это единственное, если, конечно, ООН там что-то, если что-то скажет. А здесь почему так? Видишь, в Гайане планируется к 2027 году увеличить вот доход на душу населения до 80 тысяч долларов. Может быть, Венесуэле, наоборот, сдаться Гайане и будет счастье? Ну, я не знаю, что они хотят, да. Ну, вряд ли они. Ну, в общем, вот так. Мир сошел с ума. Да, вот я тоже думаю, да. И я тоже, когда Владимир Владимирович заявил о том, что он не откажет просьбе народа, с трудом, я думаю, все равно заявил. Это действительно, как бы, такое все, то есть, да. Я как-то сразу сказал, что Владимир Владимирович мог стать творцом русского чуда. Были все возможности для этого. И не обязательно говорить, что вот создали Коперативоозеро, там, как люди говорят, не обязательно говорить, что все друзья-миллиардеры там и все остальное. Он мог действительно сделать Россию счастливой, зажиточной, нормально люди дожили. Я сейчас теряюсь, какова была цель, и какова цель дальнейшего пребывания Владимира Владимировича на посту президента. Я не раз уже это предлагал, что достаточно времени Путин работал президентом. Я вспоминаю его изречение же, которое он говорил в телевизоре, все, что даже семь лет работать можно сойти с ума, и что никогда он не будет держаться за крест. Он тут не скажет, что держался, народ просит. Вот все такое вот дело нехорошее на самом деле получилось, потому что нам очень нужен молодой президент. Нам сейчас нужны люди уже по-другому, чтобы смотрели на мир, и чтобы это было нормально все у нас. Вот то же самое здесь пишут много. Смотрите, это в книге Ленина Ивашова. Настал самый опасный момент в истории человечества. Мы придумали технологии, которые позволят нам уничтожить нашу планету, но мы еще не изобрели способ ее хотя бы покинуть и переселиться. Это говорил Стив Хокин, всемирно известный физик, который был действительно полный, будем говорить, инвалид, но мозг работал извращенно, сильно, нет, сильно, мощно он понимал. У таких людей не может правильно мозг работать. Ну, у него же правильно ведь работал, он правильно нас предупредил. Он предупредил. Тоже пишет и Ленин Григорьевич, и нам дает цифры, что мы сильно отстаем, вот наша страна Россия, мы сильно отстаем от передовых стран по технологиям. Да, и вот он пишет, что на технологические все лучшие технологии, 35% мировых технологий это США, 20% Япония, 13% Германия, 12% уже Китай, 5% Южная Корея и только 0,3% мы что-то придумываем, то, что стает нужным для людей, востребованным. Нет, у нас много приходят людей, которые что-то придумывают, но не в том, чтобы дают или не дают. Есть еще такое понимание, не принимается. Иногда ошибочно не принимается, но в большинстве случаев, как говорят, народ не проведешь, вот может оно не надо, то, что придумываем. Поэтому не будем грустить про это, а будем мечтать и думать про то, что нам необходимо, вот сегодня снова звонили из Ставропольского края, будучи в Махачкале, мы встречались с людьми, которые тоже говорят, ну надо как-то бы поворачивать экономику в сторону людей, вот, надо рабочие места, у нас же благодатные земли, и вдруг мы бедные, у нас газу нет, у нас того нет, и этого нет, да, надо делать. И я снова всем везде говорю, ну хотя бы, если вы правда хотите, регистрируйтесь на сайте Федерального сельсовета. Нам многие пишут, как зарегистрироваться. Ну я прям не знаю, как говорить, там вообще ничего. Можно я скажу? Я это сделала. Просто нажал кнопочку, написал свою фамилию, имя, отчество и телефон. Да. Очень просто все. Секунд, наверное, пять заняло абсолютно, никаких паспортов не надо, ничего заполнять не надо. Ничего не надо. Я это сделал. Да, вот хорошо, да. И я снова буду обращаться, что, вы знаете, очень много сил, времени мы приложили к тому, чтобы вот эти модели безубыточности, развития наших территорий. И тот самый, чтобы стал золотой миллиард России, есть, будем говорить, тот золотой миллиард аглосаксов, да, как мы говорим, да, а мы давайте сделаем золотой миллиард русский, России. Мы все можем, правда. Но для этого необходимо желание людей, желание народа в целом. Мы его не знаем. Вот мы опросы, видите, проводим, но это же мы все равно всех не опросили, и всех не можем опросить. Иногда просто недопонимаем, чего же люди на самом деле хотят. Поэтому давайте регистрируемся, будем активно работать. Пишите ваши пожелания, ваши желания. И давайте попробуем все-таки то самое мечтающее райское народное правительство, чтобы у нас получилось. Давайте научимся по-настоящему не ошибаться в людях, в правителях своих. Давайте на это будем настроены. И давайте сделаем так, чтобы все, кто старше 60 лет, понимали, что нечего идти у правительства. Давайте воспитывать новые поколения, если у вас есть хороший опыт. Если вы многого добились и знаете, как лучше сделать, давайте учить подрастающие поколения. Мы все будем стареть, обязательно пока не придумали эликсир о вечной молодости. Поэтому давайте не будем впадать вот в эту спячку, а растить поколение созидателей. Ну, правда, Россия должна быть благополучной страной. Поверьте, и тогда у нас не будет того, что у нас вдруг появилось желание, чтобы все с нами объединились, а они уже передумали. В 2007 году и Белоруссия, и Украина, и Казахстан, и другие не отказывались дружить с Россией. Хотели дружить, хотели. Даже объединение. Мы ничего тогда не могли предложить. А второе, вопрос показал, что мы боялись делиться своими богатствами. Это правда. Мы же говорили тогда, не будем больше кормить. Мы всех кормили всегда. И Прибалтика. У Прибалтики 1700 долларов. Средняя зарплата в странах их. Что их кормить? Они сами будут кушать. Давайте о них не думать. Пусть они потом нам завидуют в том смысле, что мы наладим все лучше. А союзные государства говорили наоборот. Мы кормили Москву. Все в Москву. Было дело. На самом деле, это скорее и есть стравливание одних с другими. Это, в принципе, иезуитские практики. Ничего нового. Это характер. Это не стравливание. Это характер. И я тебе скажу другое. А что, сегодня Москву не кормят регионы? А что, Москва, может быть, зарабатывает? Москва вся потребляторская. Вот. Видишь, как вот. Так что, я думаю, тогда они сильно ошибались. Вот как и сейчас. Москва – это такое сакральное место, которое все пожирает. Вот что вокруг есть. А каким, кстати? Иногда бездарно, конечно. Вот смотри, такие огромные деньги, которые сейчас Россия зарабатывала, начиная с 2000 года, безумные, огромные деньги. Просто, просто деньги. А потом, если мне многие говорят, да ну, да что там что. А давайте просто вспомним. Некоторых чиновников обыски проходили. Возами вывозили, машинами вывозили стопки денег. Ну, что же, это как не воровство, как не абсолютное кумовство, коррупция и все такого рода. Ну, вот не смогли же мы не контроль наладить народный за этими деньгами. Они все перекочевали. Какой-то мэр Махачкалы от него вывезли прям палетами, палетами деньги по 5000 пачки сложенные на палеты. Ну, вы же понимаете, что его зарплата не могла это сделать. Мы помним, когда замначальника таможни города Екатеринбурга, да, где золото вывозили тоннами, деньги вывозили тоннами, вот, значит, это все хищение называется. Это все крали деньги. И это все протекали. Вот те самые миллиарды заработанные, будем говорить, всей России, если это заработанные, выкопанные металлы, спиленный лес, вот, значит, выработанная электроэнергия, выращенное зерно превращалось в большущие деньги государства Российская Федерация. Но они не доходили до людей. Они оседали в подвалах, как видите, в шкафах, в коробках из-под обуви. Но это же все чиновники высокого ранга. Это все коррупция. Это все то, что давали взятки. Это все то, что отмывалось через строительство всех этих многоэтажек, через плитку, через бордюры, через все, только мы не воруются эти деньги. Вы думаете, что-то изменилось сейчас? Нет. Нет. Все дальше продолжается. Откаты, закаты, вот, вручную, без ручек, вот, все это продолжается. И если народ не может это изменить, то такова наша участь будет и дальше. Тем более, Владимир Владимирович не собирается ничего менять, даже кресло. Все те же безумцы у власти. Все то же самое, да. Поэтому, что мы можем, кроме всего, что мы с Викторией вам сказали, пожелать чести, мужества и достоинства. А я хочу пожелать вашему идеальному тридевятому царству, то есть, то село, которое вы построили бы, отдела психиатрии, которая будет как раз фильтровать людей, которые идут во власть. Поправлю, поправлю. Поселки Рассвет, без участия специалистов-психиатров, поселок избрал себе сельсовет и депутатов суперлюдей, которые действительно работали в интересах своего поселка и жили интересами этого поселка, своих людей. Вот так и надо делать. Поэтому здесь даже без участия каких-то специалистов, а то ты еще скажешь, скоро проверять геев будут специалисты всех на рабочих местах. Вон, Голикова же сказала, всякое все будет. Я не имею в виду, кстати, психиатров с дипломом. Это, скорее всего, та же самая секта. Да, психологически здоровых людей. Хорошо, действительно, так вот научиться хорошую себе власть избирать, честное слово, нетрудно. Просто самим по себе судите, когда избираете, и все у нас получится. Что у вас в самом верхнем углу стоит? Деньги или все-таки страна, село, люди? А давай так скажем, а пусть себе все будет вместе намешано, потому что деньги, это же не значит, что зло на самом деле, если они правильно, это оценка труда, допустим, да, или оценка каких-то действий всего. Ну, что же сделаешь? Ну, пока не нашли другой замены, когда-то ракушками менялись, еще чем-то. чтобы не фанатели, чтобы не вывозили палетами, ну, это же сумасшествие. вот это есть коррупция, взятки, которые, к сожалению, в России сильно расцвели, проживают, расцветают и благоухаются. И в этом тоже наша проблема в целом. Спасибо. Друзья, с нами был Василий Александрович Мельниченко. До свидания.